друзья третья глава у нас сегодня книги чудесов книги чудес она же чудесов вообще-то правильно филипп александровский дениса недавно цыгане вернули просто обратно не сначала украли как коня потом сказали нет нам такой не нужен он сломанный до 500 рублей да вот ну что же глава у предыдущих главах вы и ваши друзья какой-то каукаски и ваши друзья оказались вовлечены в конфликт между двумя братьями драконами эйдолоном и крагом вот она нам надо спрашивать эйдолон который был изгнан из его волшебного мира онирии отправил вас туда сквозь книгу чудес так ну в общем книгу откройте тра-та-та и все дела ага там вы сражались плечом к плечу с вегором стражем эйдолона и узнали что эйдолон был свергнут вовой крагом уже не смешно про вову шутки уже да уже эйдолон израсходовав последние капли магической энергии чтобы телепатически поддерживать с вами общение призвал вас найти его камни бытия кристаллы дающие невероятные возможности прежде чем это сделает крак рискуя жизнью вы достигли дерево грез дворца эйдолона а потом упали в изнеможении ну каждый герой берет карту героя кладет карту апгрейда и миниатюру и кладет указанное количество там на свою карту в общем все как обычно это да и давай мне подготовьте запас все это сделали переверните карту план эйдолона внезапно вас будет голос эйдолона герои я рад что вы добрались до моего дерева я слабею с каждой минутой что провожу за пределами анирии у меня осталось не так много времени найдите пять камней бытия к сожалению я не знаю их точного местонахождения потому что я давным-давно велел моим советником спрятать их в дереве грез я должен был убедиться что никто не сможет их найти или поддаться их соблазну никто не крак и даже я другой игрок может взять колодку хренов заклад должен читать спрятал этих закладок нам ищи в дереве начитай ментов на тебя нет ужас ужас денис сергеев я и слабею дайте мне прививку каждый игрок помещает своего героя в область внутри дерева как показано на рисунке трава внутрь разметите три дурочка как показано на рисунке да ты встанешь нет нет затем переверните эту карту и у вас гости и множество путей для исследования отделите 5 зеленых карт 5 синих карт 6 желтых карт 13 серых карта вы чуть издеваетесь откуда рассортируйте в 4 стопки не переворачивая их так ну вот они подряд ой а у меня руля то как такового и нет ну прочитай что на карте а это следующая уже это наверное а это зеленый карта раз два три 4 5 все забыли 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 ушла тема удача не моя ушла шапка корни груда камней человек старенький уже ну что вы хотите трон в первый раз играет в игре да я карты первый раз руках держу до этого только дурака играл чем жалко листиками что ли он просто дурака играл дурака играл в жизни до есть мнение трещина вот такая же переверните эту карту прочитайте и держите перед собой затем перейти следующую особое правило скрытое взаимодействие карты взаимодействия отмечены символом глаза вот такие представляют собой объекты которые можете найти в трёхмерной конструкции внутри что ли если вы считаете что вас герои находятся в одной области с чем-то изображённым на карте скрытого взаимодействия вы можете использовать одно действие чтобы взаимодействие с ним переверните карты примите этот эффект. В случае ошибки, карта взаимодействия подскажет вам, как действовать дальше. Там внутри есть трон, да? Там внутри вот этот трон из грудной клетки. А трещины? Ну, трещины в полу, вот они, там, где мы стоим. Вот они, корни. Корни есть, да. А как вылезти-то? Надо корни вот эти. Корни нужны. Да, трон прям вон в дереве внутри. Вот они трещины. То есть это можно взаимодействовать с троном прям с этого, да? Да. Трещина есть в полу, где? Ну, вот они все, деревянные полы, они все в трещинах, я полагаю. Да, они. Да, трещину на дереве. А еще что нам надо, груда камней, вот они. Ты знал все мои трещинки. И вот груда камней, я так полагаю. Ну, да. Ну, все, в принципе. Ну, там два внутри, два снаружи. Можно разделиться. Отличный план. Мальчики здесь. А выходить-то оттуда прям вот посмежным, а с этой стороны тоже можно. Вот, вот. Там нет. А там только кусты. Да? А как ты видишь? Просто здесь прям очевидное. А здесь не соединено, да? Нет, не соединено. Тут прям расщелена такая, очевидная. А там кусты. А здесь нельзя выйти, да? Нет, только там. Итак, злой замысел Крага. Я подозреваю, что Краг убивает почву, чтобы погрузить дерево в подземный мир. И заполучить камни. Падал. Найдите их, или дерево будет обречено, а вместе с ним и Анирия. Краг. Дерево грез. Возьмите следующую карту колоды и, не переворачивая ее, положите на стол рядом с книгой. Положите указанное количество здоровья и запаса на карту дерева. У дерева здоровье? Они будут его, видимо... Три героя в игре, 10 жизней у нее. Дерево. Ну, окей. Они представляют очки жизни дерева грез. Затем перейдите к карте номер 37. Хорошо. Как только не останется здоровья, переверните ее. Нужно вот так. Давай вот так. 10, посчитала? Да. Подрасчет. Что? Ваша миссия ждет. Вы вновь слышите Эйдолона, но что-то изменилось в его голосе и манерах. Теперь другой игрок может взять колоду и читать слух. На, переворачивай. Ой. Ну, тут за Эйдолона. Не ожидала. За Эйдолона. Ну, видишь, он злой уже стал. Читай, как смываешь. Воины, торопись. Возьмитесь. Найдите камни, а затем используйте их. Возьмите две следующие карты на игре, где вы не замечаете. А моего деда были камни в почках. Они подойдут? Если достанешь, подойдут. Ой, дед тебя вытравил. Фаза игроков. Каждый игрок совершает ход. Доктор сказал, они сами выйдут. Ну, дед уже тогда может не выйти из больницы. Фаза игроков. Каждый игрок совершает ход из трех действий. Затем фаза врагов. Как обычно. До этого была фраза врагов, а потом фаза игроков. Ну, там каждый... Однако, фаза врагов. Откройте верхнюю карту колоды вирмов и примените ее эффекты. Однако, не размещайте вирмов вместо того, чтобы поместить в кружочки такие, указанных на карте вирмы. Верните такое же количество сердец из дерева в запас. А, они долбят дерево. Они не выходят, они рубят дерево. То есть, вот эти значки, которые появляют у вирмов, вместо этого... Да, вместо этого урон. Короче, это время. Воссоедините пять камней. Воссоедините пять камней. Это надо в каждой колоде. А где-то, возможно, и два будет камня. Судя по всему, в трещинах. В трещинах камни. Не факт. Не факт, да. Дерево. У вас есть камни в трещинах? Спросите у козы. Блин, у трещин очень большая колода. Кто-то остается общая. Так, я пошел. Трон? Убью этих уродцев. А я тогда трон обащаю. Они же не появляются, поэтому мы сейчас быстренько убьем. Раз. Два и бьешь. Два и бью его. Шмандах. Хорош. Офигеть. Ты что? Я в ударе себе. Киборг убить? Чаю попил. Филипп. Я буду корни вот эти. Ну, он сам справится там наружу, я думаю, да? Да, я предлагаю либо трещины, либо трон. Давай я трон обшляю. Ну, уходи. Я хочу войти внаружу. Ну, я так понимаю, ходить никуда не надо, он там прям... Да, он там прям... Там все это одна область внутри. Трон. Открывай. Ну, что ты делаешь? Переворачивай. Вы здесь? Да. Что-то попринскивает патроном. Возьмите следующие четыре карты из этой стопки. Каждый игрок должен положить свою карту апгрейда перед собой, не переворачивая ее. Примечание. Пока вы не можете перевернуть свою карту апгрейда лицом вверх, используйте ее. В игре с тремя участниками положите неиспользованные апгрейды обратно в коробку. А, еще апгрейды? А, блин, фигня. Прикольно. В смысле? Ну, я думала, с первого раза эту девочку мы откладываем сразу. Пошла вам. Отчитаю. Сейчас. Из меня бы вышел первоклассный разведчик, если бы не мой отпадный ракез. Нет ничего, чего нельзя добиться командной работы. Тут не так написано. Мои стрелы подобны любви, они могут исцелить, но могут и ранить. Ой. Это что, цитаты из пацанских паблик? О! Прикольно. О! Короче, есть навык, острые чувства. Я могу бросить кубик, и если выпал успех, я могу прочитать оборот одной любой карты взаимодействия среди доступных. Положить обратно. Угу. Ну, а то есть она может вообще в любом месте быть. У тебя что? Вот это я возьму, беговая экипировка. Переместитесь на одну область, затем используйте вашу карту фрагмента, ну это магия, или выполните особое действие особого правила в игре. У меня оба навыка офигенные. Стрела в колчане. Бросьте два кубика. Если у вас выпал хотя бы один успех, возьмите одну карту фрагмента. Левитация. Передвиньтесь не более чем на две области. Вы можете использовать этот навык только один раз за ход. Ну, левитация такой же... Не более чем на две области. А, нет, лучше стрела в колчане. Ну... Стрела в колено. Как? Левитация это мобильность. Ну, это типа быстро добежать. Да, заодно действие это две области. Ну, у тебя, смотри, у тебя на самом деле за навык использования... Так. Вы пока не можете перевернуть свою карту апгрейда лицом вверх и использовать ее. Мы пока не можем ее использовать. Мы ее просто кладем вот так. Что? Примечание. Вы пока не можете перевернуть свою карту апгрейда лицом вверх и использовать ее. А, просто выдали? Просто выдали. Магия в воздухе. Вы наклоняетесь, засовываете руку под трон и что-то хватаете. Это блестящий красный камень бытия. Затем земля содрогается, и волшебные искры падают с дерева, словно пыльца. Разместите пять вот этих вот красотулик. Кудым. Четыре, пять, как показано на рисунке. Вокруг дерево рассыпалось пыльцем. И вот туда, за дерево, за вот это дерево, что-то там должно лечь. Рубин. Особое действие. Пробудите свою силу. За одну вот эту красоту переверните карту апгрейда вашего героя и положите ее под свою карту героя. Каждый герой может выполнить это действие только один раз. Ну, нормально. Кто-то один может заапгрейдиться. Да. Или мы можем передать карту, апгрейдился. А, да. Этот рубин надо передавать и всем апгрейдиться. Я думаю, каждый камень будет позволять перевернуть апгрейд. Ну, мы нашли то, что хотели, да? Да, один. Один. Из пяти. Ну, супер, нормально. Твое первое действие, да, было? Это мое первое действие. Второе действие. Дальше шурши. Иди камни, трещины. Терещинки иди. А это все мне оставить? Тут дофига. Ну, давай трещины. А что там? Ты же трещины. А, ты трон сейчас открыла. Я трон облезу. А все, больше в троне нету ничего? Нет. Все. Давай трещину посмотри. Давай. Может, трещина это чисто отвлекающий будет? Вы здесь? Да. Из трещины поднимается фиолетовый зловонный газ. Дерево грез разваливается на части. Камни должны быть спрятаны где-то поблизости. Вам нужно действовать быстро. Перейдите к следующей карте. Мерцание в трещине. Хорошие новости. Вы нашли камень, спрятанный в трещине. Плохие новости. Ваши действия привлекли несколько вирмов. Поместите по одному из запасов эту область за каждого героя в игре. Но мы не помещаем, мы урон наносим. Нет. Это когда вот тут. Вот с этих. А так три к нам в дерево пришло. А так к нам вылезли, да? Два. Нас двое там. И все герои в каждого... В эту область за каждого... А, в игре, да. Да. Затем переверните карту. Сапфир. Особое действие. Изменить свою судьбу. Бросьте два куба. Два успеха. Равно каждый герой получает одну вот эту штучку. Один успех, один провал. Каждый герой, у которого нет карты фрагментов, тянет одну карту. Два провала, ваша герой теряет два хп. А, ну такое. Размерите раздавать. Да. И третье действие. Могу проатаковать бубика. Да, давай, давай. Вырубай хотя бы. Правда, один. Может, и вот этим городом... А, у тебя нет? Град стрелы, ты надо вот это сходить. Ну, мочи. А вот навык можно? А, это восстанавливает здоровье. Бросаем кубик, если выпал... Куда бросить? Куда-нибудь. Нанесите один урон одному вирму, и кто-то может восстановить здоровье. Но это нам не нужно. Просто... Все, добьешь их. Так, это твое второе было 10. Нет, это третья атака. Первое действие от рот, второе обследовали трещины. Третья... Так, ну что, надо бить их тогда, да? Ну, конечно. Там вот, который не раненый. Попробую первым действием его вырубить. Давай. Оба! Да, лучший бросок в моей жизни. Попытка, да. Ну, тут уже получше. Так, одного вырубил. Давай. Где у него там пропеллер? Второе действие... Еще один. Не раненого. Они оба ранены. Ну, это... Один улетел. Нет, 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 нет. Я враненого. А, я не вижу. Просто, чтобы они поскидывали с себя, эти обручи, и все. И третьим действием, смотрю, трещины. Давай. Вот они, вот они. Потайной проход. Подожди. А, потайной... Ты должен, должен найти теперь эту статую. А, все, значит, да. И где его... Не поняла. Прочитайте, что на карточке написано. В смысле, надо видеть вот это. Вот это надо видеть. Понимаешь, мы трещины посмотрели, а теперь нужна вот эта статуя. Ищите статую. Где она? Кто видит? Я не вижу. Ой, прости, пожалуйста. Вот она. Вот она на сгибе дерева. А, ну она прямо там. Там же, да. Все, давай. Вот она, малыш. Он просто на сгибе дерева плохо видно. Какой-то король. Статуя, то есть... Давай, помогу выдать. Давай. Это сейчас дерево развалится. Да не должно. Ага. Вот. Ну, короче, он там. Вот она. Вот она. Вот она. Ну, добра в центре. Видно? Да сфокусируйся. Ну, короче, да. Я верю тебе. В общем, я могу посмотреть. Да, можешь. Мам, я верю. Так. Вы здесь? Ну да, вот центр дерева нарисован. Да. Здесь нет лестницы, ведущей наверх. Этот дворец предназначен только для существ, которые умеют летать. Но за статуей вы находите потайной проход. Переместите своего героя в потайную область за деревом, как показано на рисунке А. А. Вот сюда? Вот здесь. Вот она. В нырянках будем залазить. Где я там? Вот он я. Вот сюда. Вот. А, нет. Давай деревянным деревом. А, давай, да. Повернем. Бачком просто. Вот тут вот такая вот потайная область. Чик. И я через проход тайной сюда попал. Ну ты, конечно, тайно проходишь. Эта область не соседствует ни с одной другой областью. Затем перейдите к следующей карте этой стопки. Номер 24. Туда, наверное, поляном вверх. Да, путь наверх. Переверните эту карту, прочитайте и поместите, как показано на рисунке. В дерево вот так. А, вот. Поняла. Спереди. Подставочка вот так вот она идет. Можно бачком посмотреть. Взобраться на дерево. Вы попали в потайной задний двор. Возможно, вы могли бы взобраться на дерево отсюда. Эти правила применяются к любому герою в этих трех областях. То есть... Вот это и вот это. В моей, вот в этой. И вот в этой. И вот в этой. С этого момента и до тех пор, пока вы не получите иное указание, вирмы игнорируют этого героя. Герой может взаимодействовать только с картами с символом глаза и использовать особые действия любого камня бытия, который у него есть. Класс! Которых у тебя нет. И че? Все. А, плющ! Во! Я теперь могу с этим взаимодействовать. Ну все, это в следующем ходу уже. Ну вот, вот оно. Нет? Вот сюда. Да, вот салон. Камушек. Все, монстры. Два урона. И дважды ходят. Так, раз, минус здоровье. Раз, два. Там, сняли. Три алини. Сняли, проатаковали. Сняли, проатаковали, сняли, проатаковали. Надо было убивать. Кто же вам виноват? Входим дальше. Ну давай, лезь. А мне больше делать нечего. Да, потом мы разберемся дальше. Да ладно, не ворочь. Вы здесь? Да. Вы можете взобраться по плющу, но по какому из них? По краску. Возьмите следующие две карты в этой стопке и не переворачивая, положите их рядом с этой стопкой. Затем сбросите эту карту. Тут колючки. Ага, и второе действие. Ну да, на зеленом колючке. А красный не до конца, а красный я вот сюда пролезу. Да, ну вот на второй этаж. Ну давай на второй этаж полезем. По красному. Второе действие, соответственно, вот сюда. Да, давай. Так, вы карабкаетесь по плющу. Несмотря на изначальные трудности, вы достигаете небольшой ниши в дереве. Переместите своего героя внутрь дерева, как показано на рисунке. Если карта взберитесь по зеленому плющу, все еще лежит на столе, сбросьте ее, не переворачивая. Прикольно. Тут волшебные глифы. Да, они прямо на дереве вон там. Кайф. Ну, третье действие. Ну, читаю глифы, естественно. Вот они. Волшебные глифы. Вы здесь, да? Ну, вот в складке вот этой между деревом. Мелкие глифы, высеченные в полу, словно витая золотая нить, загораются, когда вы наступаете на них. Золотая нитка, золотая. Похоже на некое древнее письмо. Но, как ни странно, в нем используются знакомые вам буквы. Положите два сердечка из запаса на карту дерева. Ура! Затем перейдите к следующей карте этой стопки, номер 29. Вы хотите прочитать глифы? Прочитайте оба варианта, затем выберите один вместе. Да. Вы рискуете потерять драгоценное время, расшифровывая длинный текст, затем переверните эту карту. Нет, Анирии угрожает большая опасность, лучше поторопиться. Сбросьте эту карту, не переворачивай. Да плевать, читаем. Ничего себе, а вдруг там анекдот какой древний? Читали? Читаем. Читаем. Про рыцарей и драконов? У которых живет. Истоки. Прям глифами вот так написано. На заре времен, когда порядок и хаос находились в противостоянии, божество, известное как Дракен, практически привело силы хаоса к победе. Однако, в конце концов, он потерпел поражение и был отброшен на край космоса. Вылетев как метеор, Дракен врезался в небесное тело. Удар был смертельным. Последние минуты своей жизни, обузданный вихрем первобытного гнева, печали и раскаяния, но также принятия и безмятежности, он выствободил эти сдерживаемые эмоции, выплакав пять волшебных слез, по одной на каждую эмоцию, которые просочились в землю и там кристаллизовались. Кристаллизировались. Ваш код завершаете, запишите ключевое слово «знание». Опять? Если оно у вас уже есть, уже есть. Уже нет. А, нету? Записывай знание. Вот, если бы было, то одни часы вверх. И сбросьте эту карту. А, и тут дальше у меня вот взаимодействовать можно, достигая верхушки. Ну, или есть сразу. А у меня ход закончился. Там по карте даже закончился ход, даже если бы у меня действия были. Всё, кто не ходил, мы. А, ну да, это же я первый ходил. Мне кажется, вот сюда надо искать, вот корни, а вот там камни. Нет, корни не здесь. Вот те корни, которые нарисованы здесь, это как раз та область, где я нахожусь. Это вот прям один в один. Те же самые корни. Они тут разные, вот эти я уже сравнил. Короче, первого ушлёпаем. Ушлёпывай его. Ну, так тогда. Второго. Угу. По одному повесил. И третье взаимодействует с корнями. Когани. Вы здесь? Да, видишь, я же говорю, это прям они. Угу. Как дерево может вырасти таким величественным? Воздух полон магии, парящий как пыльца. Неужели дерево поглощает магию из земли, а затем восвобождает её в воздух? Короче, дерево пердит магию. Ну, получается так. Возьмите следующие две карты из этой стопки, не переворачивая их, положите рядом с этой стопкой. Затем сбросьте эту карту, к чёртовой бабушке. Так, грибы какие-то. Фиолетовые. А вот так. Золотое яйцо и струйка фиолетовых поков. И фиолетовый как раз, вот он, я вижу. А грибы тоже где-то видел? Грибы и яйцо, не знаю. Вот они, грибы сзади. Вот ещё гриб. Так вот они, три грибы. Три, три, три. Там конкретно такие, да? Да, вот они, смотрите. Но мы верим. Вот. А, а яйцо? Вот не оно под корнями. Нет. Яйцо, яйцо, яйцо. Но может быть спрятано. Это похоже на гнездо. Это гнездо какое-то. Вот тут посмотри. Вот тут у себя. Там какая-то ерунда. И вон ещё газ. Тут яйцо, может быть, оно где-то в листве, вот в желтое. А как тут залезть-то? Нет, а дальше. Тяжело. В общем, где яйцо, непонятно. Их найти надо. Может быть здесь, в самой верхушке. Нет, здесь не вижу. Подожди. Вот у меня я ещё не очень посмотрел хорошо. Вот они, яйца. Да, три яйца вот здесь. Обалдеть. И как туда залезть? Вот через этот. Через дракона, да. С какого дракона залезли? С которого мы залезли. Туда нельзя. А, он же всё. Он спит. Туда надо попадать как-то по-другому. Он наелся и спит. Скорее всего, вот. Свалиться туда можно. Мочи их. А я не могу пойти сразу камни шнырять? Можешь шнырять, что ли? Или лучше их убить? Блин, там вот ещё куча дверей. Я просто с одного куба как бы мало пользы не нашёл. Там зал какой-то. С одного куба мне одного снесут. Ну, свали, вали оттуда. Ну, смотри, вот, например, раз, два и камни. Мне почему-то кажется, что они... Смотри, там именно та должна быть, круто, камней. Посмотри вокруг. Есть вот такие цветочки? Красные. Красные какие-то. Тут как листики. Нет, это не те. А где те? Смотри, а то там будет наказание, если ты не там будешь искать. Это тоже не те. А где тогда те? С этой стороны нет. Подожди. Ну, это точно, вот это точно не те. А других нет. Ну, так я про них говорю. Это они есть. Да? Ну, пробуй. Ну, если нет, накажут. Пойдёшь искать в другом месте. Нет, это не они. Ну, вот, раз, красный цветочек, два, красный цветочек. Нет. Тут даже форма камней другая. Ну, пробуй, ошибёшься, ничего страшного. Кстати, вот гриб большой, фиолетовый. Это один, а на три. Тут, короче, есть такие места обманные, сто процентов, которые типа похожи, но не они. Тут много грибов. А вот тут именно три, да. Нашёл? Во! Вот они, да. Точно? Блин, у них далеко идти. Ну, в смысле, раз. Вот, смотри. Я поняла, да. Это прям они. Это раз. Давай, да, 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 да. Потом в следующем ходу пойду за камнем. Да, давай. Просто вот я сюда пришла. Всё. Денис. Я уже походил. Все походили. А, да? Да. Два урона. В этой фазе, в области, где находится активированный Вирм, нет героев. Вирм атакует героя. Какого? Вирм перемещается. Ну, короче, они плюются. А, в соседней области? Угу. А, нас нету. Да, конечно. А, в тебя, да? Сейчас там не на них два раза ходят. Плюнь, 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 плюнь. А, блин, хорошо, что я убежал, у меня одно ХП. Я пообщение выдержала. Там. Раз. И два. И минус я. В смысле, они плюют. Да, я думал, они за Алиной пойдут. Нет. Ну, вставай. Минус часики. Капец, что вы жили. Ну, как бы. Ну, все, я дерусь. Кто-то должен выслетовать. Если бы не он, мы бы столько не открыли. Ну, давай, я буду разбирать потихонечку. Давай, короче, я тогда, достигая верхушки, сыграю. Только герой в этой области может взаимодействовать с этой картой. Когда вы это делаете, бросьте два, три или четыре кубика. От чего это зависит? Если у вас выпало хотя бы два успеха, отличная работа. А-а-а. Короче. Ну, читаю. В противном случае вы продолжаете карабкаться, уберите по одному сердечку с дерева за каждый промах и держите эту карту наверху этой стопки. То есть, за каждый промах урон по дереву пойдет. То есть, у тебя больше шансов залезть, но ты дерево калечишь. Слушайте, ну с моими бросками... Смотрите, у меня много хп же. Да, ты можешь перебрасывать. Я могу перебрасывать за хп. За свои. Чтобы дерево не травмировать, давайте я кину два и буду тогда уже, может, три. Три кидаю. Смотри, не забудь. Один раз за ход это можно делать. Один раз за ход. Мы прошлый раз сломали. Это можно делать один раз за ход. Тогда надо четыре кидать. Три кидаю. Я не выброшу. Четыре кидаю. Ладно, давай три. Просто если ты четыре выброшу, два успеха, два урона. Я могу все успехи с четырех, например, кинуть. Ой, боже, как больно сейчас было. Если ты три кинешь, два успеха кинешь, один урон. Кидай четыре, ладно. Лёп, с тобой. Что тебе? Я могу, кстати, еще один раз перебросить, чтобы меньше урона нанести. Мне главное забраться. Ну вот, забрался. И могу за урон сделать меньше урона дереву. Да, конечно, я не уносил. Ну вот так хотя бы. Один урон дереву, и я пролез. Переверните эту карту. Вы, наконец, достигаете верхушки дерева грез. За его кроной спрятан деревянный балкон. Переместите своего героя на верхушку дерева, как показано на рисунке. Затем перейдите к следующей карте этой стопки. Парящий камень. Камень парит над вашими головами в пурпурных облаках. Воздух пропитан газом и магией. Кажется, магия очень капризна и постоянно испаряется из земли, как вода в вашем мире. Переверните эту карту. Аметист. Особое действие – воссоединить пять камней. Если у вашего героя есть все пять камней, переверните карту цели в номер сорок. Короче, камень, который всех объединяет. Еще два осталось найти. Вот. И тут дальше карта, с которой можно взаимодействовать. Ну, я продолжаю. Второе сейчас действие. Захватывающий вид. Чтобы взаимодействовать с этой картой, герой должен там на балкончике, где я нахожусь сейчас. А! Потратить три действия здесь надо. Ну, все, тогда я отдыхаю. Мне больше делать нечего. Давай я заберу грибы и пойду пошарю. Стопа с этим сколько действий? А зачем грибы забирать? Напомню, пожалуйста. Я не знаю. Вряд ли там будет. Там камень может быть. Вряд ли там будет камень. Камень, вон, груду камней идет. Но я могу взять грибы. Грибы это будет какой-то бонус. У нас вирму окружают. Я не разберусь один. Скорее всего, один видит С. Да почему, в грибах вполне может быть. Вряд ли там будет. Ну что, я зря туда пришла, что ли? Грибы это скорее всего, да. Я могу взять грибы. У меня еще два хода. В следующий ход я шагаю и оптимую груду копней. Хорошо. Я уже в грибах. В грибах. Вы здесь? Нет. А, да. Да, ты же там. Эти грибы растут, поглощая темную магию, которая пронизывает почву. Их мистические токсины дают вам видение. У вас есть ключевое слово упадок? Нет. Да было же. Нет. Слава богу, не было. А, да, мы же от него ушли. Нет, вы видите, как расшифровываете волшебные глифы, чтобы объединить силы пяти камней. Поверните лифтон вверх, а не часть. Затем сбросьте эту карту. Ну, часы восстановить тоже неплохо. А потом я еще иду дальше и взаимодействую с камнешками. С камнюшками. Вы здесь? Да. Это не камни бытия, а обыкновенные булыжники. Земля на секунду содрогается, и все больше булыжников скатывается вниз. Ой! Возьмите карту этой стопки и, не переворачивая ее, положите рядом с этой стопкой. Вот так. Вот так, смотри. А, то есть теперь можно осматривать. Устройте засаду и волшебные глифы. А, может... Устройте засаду рядом с красными такими штуками. Два действия. И эти глифы. И с глифами это другие глифы. Вот. Тоже два действия. Найти они где-то на полу написаны. У меня нет действия больше. Это все очень хорошо. Все, дайте я разно-разно... Вы ищите пока камни и вот эти лианы гребаные. Эти глифы, но это где-то на дереве будет. Нет, ты не видишь на такой поверхности. На листиках, на траве. На листике, на траве. Давайте поищем. Ты пока кидай по муке, мы посмотрим. Так, первый пошел. Дайте-ка будет. Хороший. Красавчик. Так, второй пошел. Вот ими. Под кустом. Вот ими, да? А, вот. А-а-а, ну это тебе. Это ими. Ильяны здесь же. Все, норм. Ну там, блин, два действия. Туда, два туда. Второе действие. Вот так. Глифы. Прилег. А у меня тут на балконе тоже какие-то глифы. Читаешь? Ну явно не вот эти. Ну не эти. Ну у тебя там, наверное, у тебя же не дочитанное действие, наверное. И третьим действием я ухожу. Красиво? Да. Вот сюда. Буду кайтить их. Что делать? Кайтить. Кейтеринг им устраивать, там, с подносами, с едой. Кайтить, ну это термин из MMORPG, это когда вот есть босс, и у него есть прислужники. Кайтить, это значит, ты хватаешь, танк хватает на себя всех прислужников, и вводит их просто вот так вокруг. А вся остальная партия разбирает во время босса. Это вот кайтить. Вот эти геймы. Также можно адов, вот эти вот прислужники, это ады называются. Адов кайтить, а можно босса кайтить. То есть, например, ты пока кайтишь босса, все остальные разбирают прислужников. А босс сейчас, короче, вот это кайтить. Типа водитель к хороводу. Поехали. Ты же опытный, что ли? Кань, я еще пять лет в World of Warcraft. Просто пять лет жизни. Поехали. Серьезно? Да, я пять лет в World of Warcraft играл. Кошмар какой. Да, сумасшедший. Непрерывно. Ну, в смысле, да. Мы прям родственники, да, я смотрю. Они адвенскую плату подняли, я такой, да нахер, ну мне надо. Когда она стоила, там, ну, недорого. А в КС-те тоже адвенскую плату подняли. Нет, я просто бросил. Ну, я не пять лет играл. Опа, четыре. Это все в корне. Натиск, еще два урона дереву, и два раза эти козлы ходят. Раз, два. Раз, два. Здрасте, блядь, уродцы. Спотифилиум, с хреном. Спараликум, спотифилиус. Да-да-дак. Ну, че? Да-да-дак, ну, че, давайте. А тут захватывающий вид, но у меня больше вариантов нет. Это тратит весь мой ход. Тут три действия нужно. Ну, смотрим. С высоты там. О, Дэнчику кену там что-то это. И навешивают. Так, у вас есть ключевое слово богатство? Да. Вообще, в принципе, за всю игру или в этой главе есть? Да. Вид просто потрясающий. Вы неспешно любуетесь этим прекрасным царством. Магия поднимается от корней к небу. Каждый герой, у которого нет искр, получает одну искру. Ура! Мы все. Все. А, это искры? Да. Это и есть. Третья, шла третья глава, вы только поняли. Если бы не было там часики, тоже неплохо. Как только вы начинаете спускаться вниз, вы замечаете светящиеся глифы, высеченные на стволе дерева. А, вот как раз. Что они означают? Перейдите к следующей карте этой стопки. Давай. Волшебные глифы. Сбросьте карту взобраться на дерево. Она больше не имеет эффекта. Ого. Переместите свою миниатюру на указанную область. Я спустился внутрь дерева. Туда. Ага. Вы читаете глифы и затем, тщательно запомнив их, спускаетесь вниз. Скорее всего, теперь надо только с этим взаимодействовать. Ну, я думаю, что уже там. Переверните эту карту, чтобы прочитать глифы. А. Бытие. Дракен, древнее и могущественное божество, лишился жизненной энергии. Но его магическая сущность была перенесена в пять кристаллов. Кристаллы, разбросанные по земле, начали излучать магию, стабилизируя планету. Они создали ландшафты, растения и существ с чертами Дракена. Драконов. На свет появилась Анирия. В грядущие эпохи они стали известны как Камни Бытия. Легенда гласит, что их огромный потенциал может быть раскрыт, если соединить их вместе и разместить в изначальную конфигурацию, в которой они находились при создании земель Анирии. Держите эту карту перед собой. А. То есть Камни не просто надо соединить, еще как-то разместить. В какой-то последовательности. Где-то должна быть подсказка где-то. Ну, пока что подсказка. Наверное, тоже на картах будет. И вот эту карту недаром не держите перед собой. Ну, что дальше? Ну, я все, у меня три действия это заняло. Это прям конец колоды. Да. Я еще не ходил. Давай эти, что-то там, засада либо глифы? До глифов идти надо. Ну, там и там два действия. Я могу только засаду, потому что мне до глифов идти. Делай засаду, может быть, кстати, поможешь. Может, засаду? Фу, ну, определитесь. Они туда пойдут вообще за ней? Тебе скажут, уберите там двух вирмов в своей области. Давайте глифы потом засаду истучу. Давай. Раз. И убьют. Тебя убьют? Станешь, отрехнешься. И пойду. Чего их четверо всего? Волшебные глифы. Грибы. Вы внутри пещеры? Да. Это пещеры вообще-то. А. Волшебные глифы начинают светиться в темноте, освещая ваш путь по мере того, как вы углубляетесь в пещеру. Но кто-то идет за вами по пятам. Поместите по одному вирму из запаса в указанную область за каждого героя. Ага, надо было в начале засаду устроить, а потом... Переиграем. Тогда бы они, короче, видимо, не появились. Ну, а тут два всего. Куда? Их всего два. К себе. К себе? Вот сюда. Вот, видишь? Вот. Куда? Подожди. Вот она. Да, вот сюда. Ну, вот они снаружи. А если бы ты сделала засаду, и бы... Скорее всего, написали бы. Вот она, да, вот она. Что ты типа услышала звуки, и... И... Как засада сработала. И пукнула. Затем перейдите к следующей карте. Это вам. Внутри пещеры. Светлый дракон будет вечно править верхним миром, а темный дракон будет вечно править подземным миром. Камни бытия. Следуя надписям, вы находите потайную нишу, в которой спрятан один из камней, который вы ищите, переведите в эту карту, почитайте и держите перед собой. Так, отлично. Три из пяти. Изумруд. Особое действие. Зарядить камень. За два... Запишите ключевое слово. Атака. Этот камень может поглощать и хранить магическую энергию, но для чего? Прежде чем вы успеваете прочитать глифы, вы слышите приближающихся врагов. Что вы хотите сделать? Прочитайте оба варианта, затем выберите один вместе. Остаться и дочитать до конца или убежать. Переместите своего героя не более чем на три области, но потеряйте одно хп. Затем сбросьте. Оставайся. Оставайся. В любом случае теряйте. Это похоже на какое-то пророчество. Камни бытия останутся под охраной светлого дракона и никогда не будут использованы, в то время как волшебный и процветающий подземный мир будет передан темному дракону для проживания его подданных. Да будет это наказ читаться вечно во имя мира или его постигнет катаклизм. Король Магнус. Запишите ключевое слово «знание». Есть. Е. Если оно у вас уже есть, переверните часики. Повестите одного вермы из запаса в область снаружи пещеры. Нет, нету запаса. Все, сбросьте карту. Ну, неплохо. Три, нам еще одно, и мы подберем. Сейчас падать, считай, ты спасла одной потери. Ну, все, ништяк. У нас уже есть три. Четыре. Мы на коне. У меня аж еще. Но он в яйцах, скорее всего, последний. А как их, блин? Как, как, как вам? Подожди, стой. Это-то вот здесь обходить как раз. Может, это и те яйца? А те, это точно те. Короче. Там одно из них золотое, это точно. Там, блин, на потолке что-то. Первый пошел. Ой, хорош. Минус. Слушай, я не пойму, ты убийца? Только убиван. Второму. Оби-ван, оби-ван. Чаконик. И третий. Это единственные яйца, которые я тут вижу. Это не те яйца, которые вы ищете. Открываем. О! Охота. Затем еще одну карту. Блин. Одна активация у всех. О, вот оно. Золотое, прям? Да, вот оно, вот оно, смотри. Мюм. Сейчас, сейчас, подожди. Тогда вот, это Денису можно дойти до него. Ты не там снимаешь. А-а-а. Это прямо оно. Да, прямо оно, видишь? Блин, пипец они тут запрятаны. Ну, это специально. Эти... Там обманка, значит, те три яйца. Да, да, да. Этот сожрал мне здоровье. Эти опростоволосиность. Вылазим дальше. Так, один урон дереву. Три активации. Ну, вот, одна активация, а ты упал. Раз, два, три. Подожди. Ё-ка, ну, ботовь. Теперь они пошли к Алине. Да, подожди, я еще не упал. Потом раз. У этого два осталось. Раз. Где-то малина. Я в пещере, он не может меня достать. Два. Он снаружи пещеры должен. Раз, два, внутри пещеру. Раз, два, внутри пещеры. А как они внутрь пещеры могут заходить? Они разве не в соседнюю клеточку? Там пунктир. Там пунктир. Ты что? А и вон те сзади еще которые. Не, они могут к Филиппу пойти, если хочешь. Не, они к Филиппу не пойдут. Там же нет прохода. А, они же к ближайшему пойдут. Какая разница? А там прохода нет. Раз, два, три. А-а-а. Упал. Пусть ждут. Кстати, да, они до Филиппа, получается, доходят, а до тебя не доходят. Значит, они все идут к Филиппу. Этот останавливается здесь. А эти прям приходят к тебе. Борят, здравствуйте, молодой человек. Трое, да? Здравствуйте, молодой человек. В очередь, кошкины дети. Я хочу посмотреть, до яйца сколько и кидрику. Ну, попростите, пожалуйста. Вот я стою в пещере. Вот он один пунктир, вот второй, и я могу взять яйцо. Да, со следующего хода делай. Как вам там удобнее будет? Ну вот, начинай делать. Давай, делай сразу. Ты тогда первая ходи, и все. Сейчас я в пещере застрял. Часики в минус, я встал. Раз. Клёма, не встал. Вы здесь? Мы здесь? Здесь. Да. Драконьье яйцо за небольшим деревом? Да. Скорее всего, оно выпало из гнезда на дереве. Это и другие яйца холодные. Похоже, родители давным-давно их бросили. С тех пор, как вы прибыли в Анирию, вы видели мало признаков других драконов. Что здесь произошло? Ой, в гнезде вы находите камень. Тем временем, скрытая группа вирмов вырывается в дерево грез в поисках камней бытия. Поместите по одному вирму из запаса за каждого героя в игре. Это вот, вот-вот, где вот этот вирус стоит. Нет, лава, видишь, где? Это вот к Денису, да? Ну, вот она лава. А вот он, ну тут вот будет стоять. Вот сюда. Нам бы ещё... Та-дам! Золотой камень, особое действие, призвать магию. Поместите одну красотурку в любую соседнюю с вашим героем область, где нет этой красотурки. Да плевать, давайте уже собирайте, а я пошёл уходить. Где нет, так везде есть. А, камни можешь кинуть внутрь. А, она не соседняя. Это второе действие. Второе действие? У тебя? Я первым действием пришла, вторым взяла яйцо, могу уйти куда-нибудь. Иди вот эту красотурку собирай. Не могу. Два действия. Третьим я могу просто прийти, чтобы её собрать в действие нужно. Ну, я значимо не собираю. Почему? Первым действием я пришла к яйцу. Вторым действием я взаимодействовала с яйцом. Третьим просто... А, или я там в той клетке. Да. А, тогда собираю, давай. Я ж не пойму, что... А я ж не вижу, есть там клетки. Эти действия, говорит, нельзя. Не забудьте, ты лучше, кстати, апгрейд себе, пока у тебя этот аметист, там же действия надо тратить, и вот этот осколок, чтобы свою обилку апгрейдить. Я не буду подбирать, я потрачу осколок, переверните карту апгрейда. Что бы вы выбрали, стрела в колхе? Ну, ты сама там. В колено. В колено. Или левитация. И это всем надо сделать, потому что если в конце сценария, мы можем ещё и не получить эти обилки, мне кажется. Да, я на самом деле. В смысле? Ну, мне не нужно. Мне нужно. Ну, что, да, тебе передам. Надо качаться. Передвиньтесь, не будешь. У меня колчан даже. Два. Сейчас. Куда яйцо? Мне. Оу. Можешь сказать, что он, блядь. Я не пойму, что происходит. Два и третьем собираю пипку. Пипку. Бип-пип-ку. Так, у меня там сколько чертей вообще внутри? Дорогие друзья, два. Двое, да? Ну, сейчас будем их разбирать. Вот так вот. Так, кончился. Погади чай. А что его выпьем? Ещё фиолетом газом можно было. Но это уже не важно. Тебе вот это можно заряжать. Бдыщ! Оу! Да что такое? Ну, одному провесил. Второе действие. Вот целого. Провесил. И третье действие. Убил одного. Капец. Плохо. Очень плохо. И всё. Я походил. Сейчас я упаду. Засада. Если в запасе больше вирмов, чем на игровом поле, нет. Зачем следующем? А вот это? Если в запасе больше вирмов. А, только в этом. Если в запасе больше вирмов, нет. Вот две засады подряд. Два. Минус два. Верните одного вирма в запас из каждой области. О, слава. Их приходится три или больше вирмов. Блин, таких есть. Ну, люди находятся. Плохо. Так, у дерева всего два здоровья осталось. Соединяйтесь там в экстазе, блин. Да нам друг... Хрен, так мне нужны все камни. Я тебе несу. Обмен это действие? Да. Хрен ему. А я обязательно наду одного персонажа, чтобы они были сконцентрированы? Да, аметист, воссоединить пять камней. Если у вашего героя есть все пять камней, то есть это раз, два, три. Я приду сюда, заберу... Лучше-то... И третьим действием сделаю. Да. Так и делай. Давай. Обилка. Давай. Раз, два, три. Не, почему. Раз, два, три. Три. Я пришел, раз. Я думаю, там и всем дадут. Два забрал. Все эти обилки надо. Камни отдайте мне. Ты альфач. У меня клевый ирокез. И третье. Воссоединить пять камней. Переверните. Переверните карту цели номер сорок. Ха, ты чё. Ура. Вы нашли все пять камней. Ура. Если у вас есть ключевое слово богатство. Да. Да. Переверните одну штучку вверх. Часы. Магия обитает в воздухе. И она делает вас сильнее. Угу. Если у каждого героя есть два апгрейда, переверните еще одну. Нет. В подобном случае каждый герой, у которого нет второго апгрейда, переворачивает только. Я говорю, если есть два апгрейда, переворачивает еще. У каждого. У каждого, если есть. Там бы часики дали. Да. А, ну, типа я думаю, все равно бы дали. Я вот был, я был уверен. Это же детская игра. Как? Это все серьезно. Да мы поняли уже, Денис Сергеевич. Затем перейдите к следующей карте. А я говорю, что это детская игра? Нет, кстати. Это что, детская игра? Да. А, дилемма с камнями. Вы собрали все пять камней. Вы мало что знаете об истинных силах. Тебе сколько лет? Но если они всем нужны, они должны быть чрезвычайно могущественными. Что вы сделаете с их силами? Прочитайте оба варианта, затем выберите один вместе. Используйте их для себя. Вы не можете больше никому не доверять. Используйте их, чтобы помочь Эйдалону, как он и просил. Лев Лещенко. Я сейчас... Камни клевые, давайте себе оставим. Не, конечно, шучу. Надо помочь этому Эйдалону, этой курочке нашей. Ой, да, Цепеленок он классный. Мы же добрые. Мы же помним, мы в прошлом этом его Басковым назвали, поэтому он у нас Басковым. А ты всем Басковым помогаешь в жизни? В основном. Ну да, что соединяем, Эйдалону помогаем. Так, для Эйдалона. Если у вас есть ключевые слова упадок и или осторожность, сотрите их. Нет? Нет. Если у вас ключевые слова союз и или альтруизм, да, альтруизм, союза нет. Переверните один лицом вверх. Если у вас ни одного из них, запишите одно из них по вашему выбору. Так, перейдите к следующей карте. Писать научилась, что ли? Да, я вообще-то уже во втором классе. Ритуал! Поместите пять камней в правильную конфигурацию, чтобы завершить ритуал. Так, ну смотри. Вы просите это сделать или вы сдались, переверните эту карту. Давайте думать тогда, что тут за этот самый. Ну, я думаю, что... Звезда, она должна быть... Дерево – это корни. Слушайте, ну подсказка должна быть на столе наверняка. Да. А, вот дерево, да, вот дерево. Смотрите, вот это лава. Это лава. Это лава, значит, это вот здесь. Вода сверху. Вода сверху, вот она. Зелень вот эта. Вот так. А это центр. Да вот дерево. А, это дерево. Это вот так слева. А солнце там... А это на желтенькие цветочки, может? Нет, это дракон, наверное. Золотой камень. Там пчелы. Какие пчелы? Драконовые. Дракон, может быть, он золотой? Ну, по-моему, это здесь. А если... А как там надо разложить? Вот это нельзя. Покажи. Карта... Оно говорит, что эти камни должны быть расположены, как земли Анирии. Да. Ну, соответственно, вот они, земли перед нами. Лава, вода, фиолетовое дерево по центру. А это здесь остается. Чисто методом исключения. Ну, ладно, я согласный. Проверяем. Река за деревом. Золотое дерево, а это лес. Вот это и золотое дерево. Да. Блин, ошиблись в одном. Как подсказывает карта бытия, камни нужно расположить... Да перестали. А там никакого наказания все равно? Есть. Вы правильно разместили? Да, да. Нет? Да. Камни издают легкое шипение, переходящее в громоподобный взрыв. Ай, я обкакался. Что-то пошло ужасно не так. Да ну да. Запишите ключевое слово «темное заклинание». Обалдеть. Блин, да мы просто... Да мы правильно рассуждали. Нет, не правильно. Рассуждали правильно, просто мы думали, что это дерево. Душнило. А от дерева оказалось вот это, оно желтое, видишь? Мы больше не будем с тобой дружить. Зеленое справа. Да почитай, да. Да, это ты. Потому что... В смысле, мы неправильно разложили. Да правильно мы разложили. Нет, не четыре. Да ты душный. Да. Ну да пусть. Камни начинают вибрировать все сильнее, пока энергетический взрыв не разбрасывает их в разные стороны. Сбросьте все пять камней. Ай, ай, Денис. Ты дурак. Да ну давай, да. Нет. И главное, я сам сказал, вот это вот сюда. Что я, пакостник? В смысле, я сказал, вы начали орать, дерево в середине. Ну это же... Ну а что это? Это не дерево. Ну как вот это? Ну блин, это ну... Ну золотое дерево, а это... Какое? Мохнатое дерево? Подожди, мы все разложили по цвету, а это мы решили не по цвету, да, положить? А это мы потом в сердце разложили. Ну вот он в сердце обкакался. Затем перейдите к следующей карте, не переворачивай эту карту. Ладно. Это ловушка! Вдалеке раздаются шаги. Что-то приближается. Вы все забираетесь на верхушку дерева, чтобы наблюдать с выгодной позицией. Враги собираются у подножья дерева. Сбросьте все оставшиеся стопки карт взаимодействия. Уберите все кокулины и всех вирмов и героев с игрового поля. Ну, в любом случае, это конец главы. Только знаешь, в чем прикол? При положительном варианте камни сбрасывать не надо было. Какие? Конечно, они бы нам давали всякие ништяки потом. Какие? Вот эти бесконечности? Да, ну-да, ну-да. Да все. Затем разместите всех восьми вирмов, как показано на рисунке. Коробку дай еще двух вирмов. Больше не позовем его играть. Да в смысле? Вы сами орали дерево в середине, а еще сидите душните. У меня нет коробки. А у кого? Вот она. У тебя. Ты злодей. Все, с этим мягким. Решили все на меня спихнуть? Да. Только потому, что я не захотел играть, я не захотел читерить? Да. Кто читал, тот играли. Поперли. Ну что, нам сейчас теперь убивать их всех? Да? Затем перейдем к тупкарту. Один из вирмов взволнованно говорит с вами. Наконец мы почувствовали всплеск магии от дерева. Сигнал, которого мы ждали. Спасибо, дети, что нашли за нас камни. Вы попали прямо в нашу ловушку. Более того, последний голос, который вы слышали у себя в голове, призывающий вас найти камни, был голосом короля Крага. Он использовал свои силы, чтобы говорить с вами. А когда Эйдалон был слишком слаб. А теперь сдавайтесь и отдайте камни нам. Дебилы, у нас камни разлетелись. Алло. Друг, друг, у тебя такой голос, как будто бы ты хочешь какать. Сделай это, мне помогает. Это я с верхушки дерева кричу. Так мы все там сидим. Я все. Перейдите к следующей карте. А можно почитать, что там было бы, если бы мы правильно сомневались? Нет. Нет. Отчаянный план. Вы не сдадитесь. Вместо этого вы будете бросать камни и ветки во врагов и создать их врасплох. Серьезно. Обалдеть, блин. Офигеть. Прямо с дерева будем на них кидать кубики, чтобы они падали. Игроки по очереди скатывают по одному кубику с верхушки дерева. Блин, это прикольно. А, так вот почему она под наклоном. Попробуйте сбить миниатюры вирмов. Как только кубик упадет, немедленно верните в запас всех вирмов, которые были оглушены, либо сбиты с игрового поля. Прикольно. Оставьте кубик там, где он приземился. Как только все кубики будут сброшены с дерева, переверните как. Офигеть. Ну давайте пробовать. А там дырочка. Да. То есть вот, короче, берешь кубик и вот так кидаешь. Да. Кто первый? А вот мы ограничены запасом кубиков, да? Каждый по одному. Да, каждый по одному. Один раз? Да. По одному. Еще с трех кубиков. Так, я пробую. Подержать? Ой, я пробовал. Аккуратно скатывайте. Аккуратно скатывайте, но это не счетово. Куда ты кидаешь? Он бомбит. Победитель. Офигеть, сразу двух. А я так не сможу. Неплохо. Один Филипп молодец. Да перебрось. Да перебрось. Перебрось. Это хухма была, правда. Да гибче. Все равно по голове попало. Еще смешнее стало. Еще раз. Да все, все, все. Да нет. Да ты хоть чуть. Да мы не попадаем. Да ты под угломки, да. Можно вот так вот сразу. Вот так вот. Просто вот так. Блин, ну зачем? Может быть, это важно? Ну, важно, конечно. Ну, вот я сейчас двух сбил, мы их на место вернули, пусть и не счетово. Ну, это весело зато. Ты что, взрослый что ли? Все веселье портишь. Спускайтесь, дети. Мы будем вас кушать. Сейчас, сейчас, сейчас. Старч заплутал. Вы разгромили врагов. Посчитайте побежденных возвращенных запас вирмов. Три. Переместите одно часы лицом вниз. Это плохо. От самых плохой лицом. Серьезно? От нуля до трех, если бы четверы. Если бы я хотя бы одного сбил, мы бы восстановили одни часы. Затем перейдите к следующей карте. Все, считаем очки. Какие малахи, господи боже. Да, это спасибо Мфилу, как говорится. Да вы там дерево еще 15 раз мнули, он уже не нули. Не в той позиции, в которой должно быть. Все, это конец главы? Да. Слушай, ну прикольно. Итого сколько у нас? Шесть. Шесть часиков. Средний результат. Вы хорошо сражались, но было ли этого достаточно? Враги по-прежнему сильны. Они вновь наступают, чтобы забраться наверх и нокаутируют вас. Да хватит наступать. Что произойдет, когда вы очнетесь? Надеюсь, не очнешься. Мы будем в плену у злых вирмов. Ну что же, друзья, это была третья глава книги чудесов. 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 Чудесати и чудесати. Все чудесати и чудесати становится игра. Так кубики я еще никогда ни в одной игре не катал. Вот. А мы увидимся с вами в четвертой главе. Пока. Та-ра-та-та-та. Макдональдс. Ты че? Да что за рекламы? Да ты все равно уже выключился. Да сейчас прям. Используем. Отлично. Спасибо. Продолжение следует...